МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019-м на терминале Евротранзит КТС на станции Алтенколь успешно перегрузили партию автомашин из Китая в Узбекистан. В вагонах везли 216 легковых автомобилей. В 2020-м терминал принимают уже целый состав с автомобилями Тойота и Лексус. Смело можно сказать, что сделан большой шаг в развитии казахстанского транзитно-логистического хаба. И реализации видения Ербасына Шултана Назарбаева о возрождении нового шелкового пути. Как вы все прекрасно знаете, с января этого года наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе. В связи с этим президент Касмжамар Токаев призвал страны-участницы активизировать взаимовыгодные совместные проекты, связанные с реализацией идеи «Один пояс, один путь». Вы являетесь свидетелями первой коммерческой поставки автомобилей Тойота и Лексус, произведенных в Японии. Данные автомобили прибыли по новому восточному маршруту транзитом через Китай. Транзитное время в два раза короче, чем предыдущий маршрут. Но что наиболее важно, что данный маршрут является предсказуемым и прогнозируемым. И позволяет более правильно выстраивать работу в дилерских центрах в Казахстане. Проделана большая работа при поддержке Тойота Мотор Корпорейшн, при поддержке казахстанской стороны, китайской стороны. И благодаря развитой инфраструктуре в Казахстане, в Китае, сегодня стало возможно привозить автомобили с качеством доставки, соответствующим всем стандартам Тойота. Качество и высокий уровень ответственности – основные составляющие успеха евротранзита. Новые направления – это и новые рабочие места. Их сегодня на терминале на станции Алтенколь больше 160. Дополнительные места – это обязательно перегонщики. Это особая специальность, в которой люди обучаются. Машины новые, требуют бережного отношения. То есть на сегодняшний день это 8 человек. И приемы с датчиками – контролеры, которые принимают и контролируют машины. На сегодня обучено порядка еще 4-х человек. В зависимости от роста объема, соответственно, будет увеличиваться количество рабочих мест. Евротранзит сегодня открывает новые направления и становится локомотивом развития логистического потенциала республики. Когда о перспективности развития контейнерных перевозок в стране только говорили, в Евротранзите прорабатывали детали. В 2020 году, в июле месяце, ТО «Евротранзит» обработала первый контейнерный поезд назначением Европа. Разработан дополнительный техпроцесс, где ТО «Евротранзит» по станции Алтын-Коль участвует в этом. На сегодняшний день ТО «Евротранзит» обрабатывает только европейских поездов до одного в сутки. Это позволило увеличить совместно с другими терминалами по станции Алтын-Коль именно транзит в европейском направлении с двух до восьми поездов в сутки. Повышать производительность помогает современное оснащение. В 2016-м на терминале установили краны «Кюнс». Сегодня их работа полностью автоматизирована. С 2019-го оцифровывается весь терминал. К 2022-му работу планируется завершить. Все от подхода поезда из Китая до его отправки будет контролировать. Не без участия специалистов, конечно, цифра. В 2019-м году совместно ООНК и ТОЖ и станции Алтын-Коль был разработан механизм приема поездов со стороны наших китайских партнеров с китайской железной дорогой. Благодаря этому удалось увеличить количество принимаемых поездов с 8 до 16 в сутки. Благодаря этому в 2020-м году по станции Алтын-Коль наблюдается увеличение грузопотока контейнеров в транзитном направлении на 30%. На сегодняшний день мы обрабатываем до 6 поездов в сутки. Всего предприятие готово обрабатывать 8 поездов в сутки на стабильной основе. Так, за 2020 год, к примеру, более 72 тысяч контейнеров было перегружено у нас на терминале. Если сравнивать с 2019 годом, то прирост почти 35%. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Без цифры не может существовать и логистика. Но и терминал Евротранзит-КТС на станции Алтын-Коль тому яркое подтверждение. Узнать еще больше о цифровом и все, что с ним связано, вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан». Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин